Новые соглашения между Минобороны Украины, Министерством стратегических отраслей промышленности Украины и BioSystems позволят компании напрямую сотрудничать с украинскими партнерами, планируя производить на территории Украины легкие полевые гаубицы калибром 105 мм. Это распространенное оружие, стоящее на вооружении почти 20 стран, включая Великобританию и США. Мы высоко ценим, что частные компании в это время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BioSystems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что сейчас есть. Мы открываем офис, открываем производство в Украине. Надеемся, что наше оборудование будет работать должным образом, будет работать и дальше. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Потому что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы преданы такой поддержке. Британская транснациональная BioSystems является производителем бронированных боевых машин Брэдли, бронетранспортеров, самоходных гаубиц Паладин и Арчер, танков Челленджер и многого другого. Можем предположить, что BioSystem будет использовать на разных условиях мощности нашего государственного сектора оборонной промышленности. Затем, возможно, будет разворачивать свои. То, что у нас будут делать гаубицы L-119 калибра 105 мм и M777, это, безусловно, позитивно. Так как мы сможем приблизиться к тому, чтобы полностью заменить советскую артиллерию на натовскую. Великобритания является ключевым поставщиком оборонной продукции для Украины. Украинские военные уже используют оружие от BioSystems. Это артиллерийские системы, а также танки Челленджер. Также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L-119. Заход на работу в Украину корпорации BioSystems – это такая стратегическая история. Рассчитанная на несколько лет минимум. В первую очередь этот процесс охватит переструктурирование нашей оборонной промышленности таким образом, чтобы мы могли производить действительно весь необходимый цикл вооружений. Потому что BioSystems производит не только пушки, но и компоненты для истребителей Еврофайтер и Гриппен. И, собственно, ракеты Штормшедоу. Украина выпускает ракеты снарядов несколько раз больше, чем до 24 февраля 2022 года. С момента полномасштабного вторжения России Украина сделала мощный рывок в производстве дронов. Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине. А немецкий концерн Raymetal хочет развернуть в Украине завод по производству бронетехники. В то же время компания Baycar из Турции уже строит в Украине завод, который будет выпускать БПЛА Bayraktar.